До прошлого года флагманская линейка Samsung Galaxy Note была эталонной с точки зрения логики. Вот вам один смартфон, никакого выбора, флагман должен быть один. Но с выходом Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+, а затем еще и Note 10 Lite, ситуация поменялась. Линейка Galaxy Note стала эдаким старшим братом Galaxy S, повторяя их модельный ряд. В этом же году аналитики в рамках линейки Galaxy Note 20 прогнозировали выход Galaxy Note 20 Ultra. Однако вместо этого нас ждет что-то куда более крутое. Сейчас все подробненько и по полочкам разберем. И конечно же, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий мира технологий, рекомендую подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, меня зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали! Как и практически все самые крутые сливы о Galaxy S20, автором этих инсайдов стал небезызвестный Ice Universe. Итак, стали известны диагонали смартфонов Galaxy Note 20 и Note 20 Plus. Базовая версия получит 6,42 дюймовый дисплей с разрешением 2345 на 1084 точки. Старшая же версия немного подрастет относительно Galaxy Note 10 Plus и получит 6,87 дюймовый дисплей с разрешением 3096 на 1444 пикселя. И если пиксели и размеры нас особо не удивляют, то вот обрадовать нас может наличие в обоих смартфонах матрицы с частотой обновления 120 Гц. И это не все, матрица будет изготовлена по технологии LTPO. Такую технологию компания Apple применяет в часах Apple Watch Series 4 и 5, а частота дисплея фаблета будет вариабельной. И да, по сути это будет аналог яблочной технологии ProMotion, но заимствование, особенно когда оно идет на благо потребителя, это всегда хорошо. Особенно это здорово скажется на энергопотреблении в режиме Always On Display, когда частота обновления дисплея будет падать на самый минимум, тем самым экономя ваш аккумулятор. Еще одной ожидаемой инновацией, которую компания не смогла реализовать в смартфонах линейки Samsung Galaxy S20, 120 Гц при максимальном разрешении экрана. И если Note 20 и Note 20 Plus становятся явными и понятными смартфонами, то вот стоит ли ждать Galaxy Note 20 Ultra, ответ будет не совсем однозначный. В роли, так сказать, ультра-версии смартфона выступит Samsung Galaxy Fold 2. И судя по всему, этот смартфон-планшет станет действительно бомбой. Причем бомбой не только в техническом плане, но и в цене. Как сообщает портал XDA Developers, новинка будет похожа на предыдущую версию Galaxy Fold, с рядом крутых дополнений в дизайне. В частности, в закрытом состоянии смартфон будет более юзабельным за счет увеличения размера. И если вся железная часть, очевидно, будет крутой, то самым необычным нововведением станет добавление цифрового пера S-Pen. Пока это выглядит как что-то невероятное, но в свое время также говорили и об оригинальном Galaxy Fold. К слову, раз уж говорим о Galaxy Fold 2, его внешний экран, по слухам, будет увеличен с 4,6 до 6,23 дюймов. Этим станет гораздо приятнее пользоваться. Из интересных слухов, компания хотела реализовать подэкранную фронтальную камеру. Однако, к сожалению, данную технологию пока было решено отложить. Нас ждет привычный Infinity-O Display. В любом случае, до анонса Samsung Galaxy Note 20 и гибкого смартфона-планшета осталось еще приличное количество времени. А значит, мы и дальше продолжим держать вас в курсе всего интересного. Ведь линейка Galaxy Note, пожалуй, одна из самых интересных с точки зрения технологий. А верите ли вы в гибкое будущее смартфоностроения? Станут ли гибкие смартфоны, планшеты, до чего уж там ноутбуки повседневными вещами? Или это баловство и не более чем понты ради понтов? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные, конечно же, отвечаем. Главное, не забывайте подписаться, оценить видео лайком и нажать на колокольчик, чтобы совсем приятно было. Также предлагаю заглянуть в описание, там есть ссылки на наши социальные сети и лайв-канал. Подписывайтесь и туда, мы рады абсолютно всем. Меня же зовут Кирилл, вы были на канале Копиепаста, до связи! Субтитры сделал DimaTorzok